Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Что любят у нас люди, когда рассуждения идут про доллар? Давайте я, наверное, тоже на эту темную сторону перейду. Периодически такие вопросы возникают, которые самый большой резонанс. Смотрите, то есть первое, что хочется сказать, я поделюсь своим мнением, что лично я жду по доллару, через какие истории я собираюсь это отрабатывать. Ни в коем случае не являются индивидуальными инвестиционной рекомендации. Ни к чему не призываю, ни к тому, что надо что-то ждать, ни к тому, что нужно что-то покупать. И уж тем более к чему-то тому, что я сейчас скажу, чтобы вы тоже этого делали. Я вам просто поделюсь своей точкой зрения. То есть, что лично я думаю по поводу курса доллара, который мы можем увидеть в ближайшее время. Смотрите обязательно данное видео до конца, если вам интересно мое мнение и стратегия взаимодействия с долларом на перспективу ближайшие 12 месяцев. Конечно, я не могу сказать, что мы не будем больше выпускать подобные ролики. Будет меняться ситуация, конечно, будем корректировать свою точку зрения. Это не вопрос, что переобулся в воздухе. Это вопрос, что меняются обстоятельства. И вместо того, чтобы быть жестким, следовать одной какой-то установленной стратегии, нужно все-таки быть адекватным и разумным, да, и реагировать на изменяющиеся события. А есть у меня такое не очень хорошее ощущение, что мы можем в первой половине 2024 года столкнуться с одним из черных лебедей, но об этом как-нибудь попозже. Сейчас напишите, интересно ли ваше мнение, что я там таким лебедям жду. Хотя, как сам Талеб говорит, бессмысленно прогнозировать черных лебедей. То есть их сути заключается в том, что их спрогнозировать невозможно. Если вы можете сделать какую-то гипотезу о каком-то неожиданном, нежданном, возможном событии, которое может произойти, то это уже не будет являться черным лебедем. Это критерий черного лебедя как раз-таки, что этого никто не ждет. Что ж, давайте поедем ближе к теме, что я думаю по доллару. Что касается доллара, внутреннего валютного курса, здесь нужно понимать, что сейчас у нас и монетарная политика, и вообще управление валютным курсом вещь достаточно непростая. Она объясняется тем, что даже формально имея какие-то валютные резервы, которые были в долларах, доступ к этим валютным резервам нет. Ни у Центрального банка, ни у правительства, ни у кого. То есть у Центрального банка есть доллары, которые раньше, как это было, если вдруг у населения возникает большой спрос на доллары, а население, ну это не такая большая история. И в принципе вот эту панику ее можно увидеть. То есть когда начинается ажиотаж, все, население побежало, далеко ходить не надо, проедетесь по улицам, по обменным пунктам, очереди есть, все, паника понятна. Вы не сможете не увидеть, что народ паникует. То есть как только вы видите, что начинает расти вот эта вот паника, что объемы операций, валютных операций, валютно-обменных операций, которые проводят банки, и эта информация попадает централизованно в Центральный банк, то есть если видишь, что начинается увеличение объема операций, увеличение объема торгов на валютной бирже, начинается этот ажиотаж. У Центробанка, соответственно, был вопрос, связанный с тем, что у него были деньги, которые вот этот вот спрос ажиотажный мог в моменте погасить. Ну то есть щелчок сверху такой, да. То есть вы хотите покупать, а мы вам не дадим выше определенного уровня поднять цену, потому что у нас есть сами доллары, которые мы можем непосредственно продать как на валютной секции, так и предоставить эту валютную ликвидность в форме наличной для банков, для обменных пунктов банков. То есть это вот первый инструментарий, основной, который был у Центрального банка с тем, чтобы стабилизировать валютный курс в период ажиотажа. Вынесли очень эффективный урок, вынесли в итоге 2008-2009 года, когда достаточно долго происходило удержание позиции, удержание стабильности валютного курса, несмотря на то, что и мировой кризис разразился, несмотря на то, что там конфликт был с Осетией, и цены на нефть упали очень существенно в 2008 году. То есть Центробанк, получается, всеми зубами держал курс доллара, держал, 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 как раз таки такими именно валютными интервенциями. То есть спекулянты начинают разгонять, а Центральный банк продает и продает, то есть держит стабильный курс, чтобы он выше не пошел. Но дело в том, что спрос был не со стороны населения, а спрос был со стороны международных валютных спекулянтов, которые совершали операцию Carry Trade. И одно дело, когда вам нужно погасить растущий спрос населения, который влияет на валютный курс, и другое дело, когда вас, по сути, атакуют спекулянты валютные, Carry Traders, международные фонды, которые просто могут элементарно в долг покупать эти доллары, чтобы разогнать цену, понимая, что курс, то, что вы его держите, он не объективный. То есть фактически он должен, курс доллара должен быть выше. А то, что Центробанк, сжигая свои золотовалютные резервы, удерживает этот курс. Ну что ж, мы на этом заработаем. И, кстати, они неплохо на этом заработали. Центральный банк вынес соответствующий урок в 2008-2009 году, больше в 2009 году. И уже в 2014 году, когда что-то подобное нарисовалось, в 2012 году, в 2014 году, то есть опять-таки, когда начался вот такой-то ажиотажный спрос, опять атака Carry Traders на валюту, то Центробанк так немножко дистанцировался и сказал, ну, пускай рынок установит курс, да, то есть я буду там изредка вмешиваться, и пусть он будет плавающий, свободно конвертированный курс, пусть рынок устанавливает цену. Тогда, в 2009 году, в 2008, конец, восьмого, начало 2009 года, цена удержания составила порядка... Можете посмотреть, но, насколько я помню, это составило порядка 65-75 миллиардов долларов, золотовалютных резервов было просто сожжено, потому что, в конечном счете, все равно пришлось отпустить валютный курс, и он тогда вот первый раз, был первый скачет по курсу рубль-доллар. В 2014 году уже не вмешивались, Центральный банк уже не вмешивался, а если говорить про текущую ситуацию, почему вот такой скачок был, например, весной 2022 года, то есть 100? По одной простой причине, потому что бамс и отрезали. То есть у Центрального банка, соответственно, нет этого инструментария, он не может пользоваться вот этой вот валютной подушкой в долларах, что когда же спрос ажиотажный начинает расти, инвесторы бегут с фондового рынка, в доллары все перекладываются, но у нас же как, если что-то непонятное, покупают доллары, то есть народ побежал в доллары, и то есть история с санкциями была с тем, что выбить из Центрального банка вот этот вот инструмент влияния на валютный курс, чтобы, ну скажем так, наказать Россию, то есть курс доллара улетит в космос, импортные товары будут стоить очень и очень дорого в рублях, и вас экономика не выдержит. И вот этот основной инструментарий был выбит, и тогда Центробанк уже другими методами, достаточно оперативно, введением валютного контроля, ограничения на вывод валюты за рубеж, высокие комиссии на покупку валюты, на бирже устанавливали, запрет на снятие наличных денег, то есть какими-то такими мерами ручного управления начал ограничивать курс, и так награничивался в конечном счете, что доллар к рублю пришел там в район 55, потому что энергоресурсы продаем за доллары, нефть за доллары, другие материалы за доллары, валютной выручки очень много, ее нужно продавать, а она никому не нужна. Ну, Центробанк потому что тоже ограничил операции с валютой, в том числе наличные. И получается, что валюта в страну приходит, а покупать ее некому, никому не нужна, потому что еще и санкции, связанные с импортом, то есть компании стали уходить, сократился очень существенный импорт, и пока оставились логические цепочки. Доллар никому не нужен, от слова совсем. И получилась обратная ситуация, что доллар незначительно укрепился. Опять большая предыстория, вы скажете, Максим, зачем ты все это нам рассказываешь, мы и так это знаем, но я думаю, что вы знаете, что было в 2022, но не совсем понимаете, что было в 2008 и в 2014 году, поэтому я сделал некую такую ретроспективу, потому что именно на этом строятся выводы, что же делать сейчас. Вернулся ли обратно у Центрального банка инструмент, который позволяет напрямую таргетировать валютный курс? Есть ли сейчас у Центрального банка России доступ к валютным резервам? Доступ не появился. Есть ли какие-то валютные ограничения? Валютные ограничения смягчили. То есть, как только начали смягчать валютные ограничения, начал восстанавливаться импорт, курс доллара снова пошел вверх. Что сделали сейчас? Сейчас Центральный банк пытается управлять валютным курсом через процентный счет. Ну, на мой взгляд, немножко бестолково и не совсем разумное решение, но тем не менее, то есть, здесь есть и ужесточение денежно-кредитной политики, курс доллара приводит к высокой инфляции, и через вот это Центробанк, то есть, что он делает, повышая процентную ставку? Повышая процентную ставку, повышаются ставки под депозитом. Ну, то есть, когда был вот этот вот скачок летний, да, с 90 на 100, ну, если бы в тот период времени у вас была возможность, когда курс был 90, разместить рубли под 15% годовых, то в этом случае возникает вопрос. Каждый вложенный 100 рублей, это 15 рублей денег, полученный по депозитам. И привело бы это к тому, что доллар побежал бы куда-нибудь в район 100. Скорее всего, нет. Ужесточение денежно-кредитной политики приводит к тому, что спрос на валюту падает, да, потому что тогда возникает вопрос, если курс доллара по 100, какова вероятность, что курс доллара будет 115 или 120? Потому что сейчас как альтернатива, да, можно разместить на банковском депозите. Часть спроса оттягивает на себя, да, вот эта вот активность населения. Второе, валютная выручка, да, то есть у нас что получилось? У нас получилось следующее. Была необходимость продажи валютной выручки экспортерами, чтобы экспортеры привозили непосредственно валюту. Но что делали экспортеры? Они формально выполняли требования, то есть они привозили валюту. И опять это не сделать очень быстро, это не сделать очень просто, потому что нужно понимать, что в любом случае валютные платежи, даже если они идут через дружественные страны, они все равно, как правило, попадают через банк-корреспондент недружественной страны. То есть если вы делали переводы, валютные переводы безналичные, да, вы всегда указывали SWIFT, вы всегда указывали банк, куда вы отправляете деньги, банк, откуда отправляете деньги, И там всегда стоял банк-корреспондент. То есть банк-корреспондент или Сити, Ситибанк, или Морган Стэнли, или Дойчбанк, или Райфайзенбанк. То есть всегда есть банк-корреспондент. То есть банк-корреспондент, через которого проходит эта транзакция. То есть это как у брокеров. Вы, например, когда покупаете акцию у Газпрома, то есть у вас открыт брокерский счет у брокера какого-то локального, я не знаю, БКС, Финам, Открытие, Сбербанк. У каждого из этих брокеров открыт счет номинального держателя в депозитарии биржи НДЦ. И соответственно, когда проходит транзакция, она проходит в НДЦ. Но обеспечение этой транзакции обеспечивает брокер, который отражает это по вашему счету ДПО. Точно так же и валютный перевод. То есть у вас есть счет валютный в каком-то банке. Этот банк, соответственно, имеет глобальный корр-счет в банке-корреспонденте, который осуществляет учет прав по валюте. И соответственно, здесь тоже могут возникать сложности. Потому что если вы проводите расчеты между дружественными странами и банками дружественных стран, в конечном счете у вас все равно расчеты итоговые в банке-корреспонденте находятся в недружественной стране. И поэтому получается очень серьезно удлиняется период поставки вот этих вот валют, чтобы не подвергнуться вот этим санкциям, блокировочным санкциям со стороны банков-корреспондент. Надеюсь, я это объяснил. К чему это приводит? Это приводит к тому, что время транзакций увеличивается. То есть количество, ну просто завести в Россию. Завозят в Россию валюту экспортеры, выполняют нормативы, продают валюту и обратно покупают. Что там после продажи валюты происходит, да, как бы особо не интересовало. Сказали, так, валютную выручку 80% продавать. Пришла деньги, валютную выручку продали. Есть информация о продаже? Есть. И тут же обратно купили. И опять валюта осталась. То есть вроде бы эта операция должна приводить к тому, что увеличивается предложение валюты, но эти же операторы, они могут покупать валюту раз. Чтобы не быть пойманными за рукой, они могут не покупать обратно эту валюту, они могут покупать эту валюту через производные ценные бумаги. Они могут купить фьючерс на доллар, они могут заключить форвардный контракт на доллар, да, за рубли. Но, соответственно, контрагент, который продает им фьючерсный контракт и контрагент, который продает им форвардный контракт, казначейство банка, да, Он должен перекрыть эту позицию, потому что казначейство, банка не возьмет на себя этот валютный риск. И тогда получается, формально они это продают, обратно откупают или прямой покупкой валюты, или же через инструменты срочного рынка. Если они это делают, то есть фактически мы получаем плюс на минус минус. То есть мы продали, формально отчитали, что валютная выручка продана, но купили обратно втихаря. И обратно с рынка этот же объем забрали, за исключением того, что нужно на уплату налога в рублях. И поэтому сейчас как раз таки, почему происходит укрепление рубля, потому что прочухали это. И сказали, ребята, вы не только должны валютную выручку показать, вы должны еще нам показать план ваших транзакций по валюте. То есть что вы планируете, чтобы не было вот таких вот вещей. То есть здесь тоже немножко прикрутили гайки. Но так как это транзакция, банки-корреспонденты, совершение этих операций, опять же, обязательство продажи валютной выручки, оно только на полгода действует. Я сомневаюсь, что оно будет продлено. То есть это не оказывает мгновенный эффект, чтобы вы такие проснулись, опа, рубль, опять рубль, доллар по 60 рублей. Потому что прибежали экспортеры и распродали всю валюту, которая у них на счетах есть. Нет, такого не происходит. То есть это идет постепенно. И поэтому то, о чем я говорю, что лично я прогнозирую, нельзя исключать, что доллар может укрепиться куда-то в районе 75-80. Потому что мы сейчас по факту получим скачели, сопоставимые с 2022 годом. Только если там был скачок, резкий скачок до 120 и в течение полугода возвращение к 55, то сейчас вот эта вот амплитуда движения, да, то есть скачок до 100 и амплитуда снижения вниз где-то в район 70-75, да. То есть до 70-75 рублей курс может туда сходить за счет, опять-таки, регуляторных каких-то вещей. Что теперь делать? Что делать со всем этим? И понимаете, ребята, это опять гипотеза, да, скажут умник, что ты умничаешь, да, скажи, что же делать. Ну, во-первых, я могу быть неправ, и я ни в коем случае не хочу, чтобы вы сейчас начали ждать, когда курс доллара будет там 80-75 для того, чтобы его докупить. Это я говорю о том, что лично я смотрю, что, скорее всего, события будут развиваться по такому сценарию, хотя может пойти по-другому. Что делать, если есть валютная позиция? Просто я стараюсь валютную позицию непосредственно держать, ну, что-то там в наличных долларах, да. Опять же, спреды, достаточно большие ограничения по покупке присутствуют, но, тем не менее, можно начать потихоньку покупать. Может не дойти до 70-75, может остановиться на 80, амплитуду никто не знает. Но потенциал снижения еще присутствует, соответственно, мы можем в течение первого квартала быть еще ниже. Поэтому я это использую не для заработка, ни в коем случае, потому что кто-то может сейчас начать шортить, фьючерсы продавать на доллар в попытке очень много заработать. Боже, вас упаси, это совершать, никогда не играйте там против доллара. Я говорю о том, что, скорее всего, будет хорошая возможность для того, чтобы сформировать хорошую, выгодную валютную позицию в активах, номинированных в валюте. Такой позиции может быть золото. Золото торгуется в долларах, в России, соответственно, оно еще и в рублях. То есть, если рубль будет укрепляться, цена золота и не только бумажного, но и физического монета тоже, соответственно, снизится. Да, если рубль укрепится. Неплохо сформировать позицию в драгоценных металлах, таких как золото и серебро. Второе. Неплохая история, связанная с тем, что на фоне укрепления рубля, как правило, снижается в цене замещающие облигации. То есть, это период, когда можно, в принципе, делать ребалансировку, связанную с тем, чтобы перекладываться из облигаций в рублевой доходности в замещающие облигации. Опять-таки, не ждать периода какого-то, не делать это прямо сейчас. Возьмите себе за правило, что вы в течение, например, шести месяцев просто большую часть капитала, который сконцентрирован, например, в рублевых облигациях, переведете в замещающие облигации, в высококачественные замещающие облигации. Это тоже неплохая история, потому что замещающие облигации, опять же, на фоне укрепления рубля, может привести к тому, что они сами по себе, доходность в долларах у них будет расти. Если вы инвестируете на глобальных рынках, то здесь тоже можно рассматривать вариант покупки непосредственно рубля. Рублевые активы совершенно в другом ключе начинают играть для людей, которые ожидают долларовую доходность, например, фонд ликвидности от ВИМ-инвестиций, который сейчас обеспечивает доходность на уровне 14% в рублях. То есть на полугодовом промежутке времени, если доллар может просесть где-то еще процентов на 10 и 14% фонд ликвидности, то есть фактически получается 7 плюс 10, это получается порядка 17% за полгода. Можно получить долларовую доходность, если вы будете использовать в связке продажа долларового актива, покупка фонда ВИМ-ликвидность, ожидание корректировки и плавное перекладывание активов. То есть вы зарабатываете на валютной переоценке, вы зарабатываете на высокой процентной ставке центрального банка. Наверное, это основные инструменты, которые лично я для себя буду использовать. Тут еще нужно сделать оговорку, что экспортерам может прийти с несладко, а компаниям экспортно-ориентированным, если вдруг у нас, соответственно, доллар все-таки пойдет на ослабление и рубль будет укрепляться в район 80, даже может быть 75, экспортеры могут попасть под раздачу. Потому что здесь, получается, они получают валютную выручку, и если будет меньше рублей получать за свою продукцию, то это отразится на финансовых показателях 2024 года. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание, но это, скорее всего, будет уже после отчетного периода закрытия реестров акционеров по итогам 2023 года, то есть это весна 2024 года, где будет понятно, какие дивиденды будут выплачены. Рубль в этот момент может окрепнуть в первом квартале 2024 года, соответственно, весной может быть на дивидендных отсечках очень хорошие, классные, вкусные гэпы по акциям, да, потому что будет прогнозирование. Все аналитики пересмотрят целевые цены по акциям, потому что первый квартал связан будет с укреплением рубля, да. Конец четвертого квартала будет тоже связан с укреплением рубля, это отразится на финансовых показателях компаний-экспортеров, и поэтому будут пересмотрены целевые уровни по акциям экспортеров, и после получения дивидендов могут существенно снизиться. Поэтому это тоже одна из стратегий, которую держу в голове, по отдельным бумагам не дожидаться дивидендной отсечки, в день дивидендной отсечки продавать акции, потому что акции, особенно экспортеры, особенно которые много заработали от валютного курса, они могут на этой дивидендной отсечке упасть больше, чем размер дивидендных выплат. И это хороший момент, как раз таки быстро монетизировать дивиденд и купить их гораздо дешевле, чем дивиденды, которые получат держатели дивидендных акций. Вот такие основные стратегии, ребят. 100% что принимать, какие решения принимать лично вам, оставляю вам для принятия решений. Со своей стороны что могу сделать? Если это покупка акций, есть замечательный проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», есть портфель из облигаций российских, которые мы сейчас рассматриваем в покупке. Всю эту информацию можно получить по ссылкам в описании данного видео. Проходите, забирайте. Ну а у меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Продолжение следует...